Друзья, привет! С вами Наталья Смирнова с выпуском горячих новостей на финансовых рынках за прошедшую неделю. Сегодня в таком формате, потому что новостей очень много, очень много. И будет странно, вам на меня пялиться, там, минут 10 или более, если это не будет сопровождаться никаким текстом и графикой, потому что это будет очень тяжело воспринимать. Ну что ж, поехали. Первая новость – это наш Центральный банк, который повысил ставку до 7,5%. Это, правда, неожиданно было для рынков. На этой новости доллар стал стоить какое-то время ниже 70 рублей. Я не применила этим воспользоваться. И, в общем-то, это была неделя, когда я из небольшого количества свободных рублей перешла в долларовые активы, в какие скажу чуть позже. И, если говорить про дальнейшую судьбу ставки, ЦБ говорит о том, что это может быть не последнее повышение. Поэтому, друзья, не берем по-прежнему длинные облигации с погашением дольше, чем 5 лет с сегодняшнего момента. Потому что они, конечно, просядут, если ставка пойдет еще дальше вверх. В ФРС на этой неделе тоже в пятницу было выступление Павла, где он подтвердил, что инфляция высокая, она может такой остаться и в следующем году. К сворачиванию количество смягчения готовы. И, в общем-то, планируют его свернуть полностью к лету 22-го. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, 2-3 ноября, когда будет заседание ФРС, мы узнаем о том, что сворачивание начинается. Друзья, поэтому я активно в американские бумаги сейчас не захожу. Только есть какая-то локальная инвестидея, а остальное я жду в ФРС. Следующая новость. На этой неделе я вышла из своего медного ETF, потому что на этой неделе ралли меди было, конечно, сумасшедшим. Сумасшедшим. Причин много. Это ожидания восстановления экономики и востребованность меди в зеленой энергетике для электрокаров, и проблемы в Южной Америке, и дорожающие энергоносители. Потребители меди частично переходят на рафинированный металл вместо медного концентрата. Тоже спрос на медь растет. Ну и падение запасов на биржевых складах, на лондонской бирже металлов. Я на этой неделе, когда нефть пробила все мыслимые и немыслимые отметки, вышла из своего медного ETF. Вот, пожалуйста, у меня мой медный ETF, который у меня был. Я решила, что я из него все-таки выйду, потому что, ну, слишком высоковато, уже перестала понимать, как это вообще технически возможно. Это ETF только для квалов, пожалуйста, друзья, либо доступный для покупки через зарубежного брокера. Но я сейчас вас прям в медь идти не собираюсь, потому что она уже достаточно высоко. Просто говоря о том, что я сделал на этой неделе. Немножечко опять подвышло из Alibaba на 20% от того, что у меня оставалось. На новостях о том, что, в общем-то, Alibaba планирует и будет выпускать собственные чипы. Они разработали новый собственный процессор для дата-центров, ну, плюс еще и поездка GKMA в Европу. Но если мы говорим про чипы, то они будут меньше зависеть от AMD и Intel. И пока неизвестно, кто будет производить новые процессоры Alibaba. Это может быть TSMC тайваньский или Samsung. И если мы говорим, собственно, про то, на кого делать ставку, то я скажу следующее. Значит, я из Alibaba вышла по 180 практически 2 доллара на 20% от того, что оставалось, потому что все-таки ситуация напряженная. Меня смущает ситуация по Китаю в принципе. И я из двух возможных кандидатов, я выбрала между TSMC, у них дивидендная доходность не такая высокая, 1,6, и они в последнее время в боковике, вообще ситуация вокруг Тайваня непонятная, и, собственно, корейская и Samsung. Я выбрала Samsung, дивидендная доходность больше 4 и некоторая понижательная тенденция. Я совсем чуть-чуть вошла в Samsung, допуская, что буду еще докупать. Из этих двух кандидатов Samsung мне нравится больше. Я надеюсь, что я угадала, что именно они будут выбраны Alibaba. Эвы Гранд, раз уж мы говорим про Китай, смогли удержаться от дефолта, и они выплатили держателям облигаций все-таки купоны, которые не заплатили 23 сентября. У них оставалось 30 дней, и вот они исчезли эти 30 дней, и компания успела погасить. Ну, многие скажут, ура, можно радоваться и закупаться, но на следующей неделе у компании новые выплаты по долговым обязательствам 300 миллиардов долларов. И с учетом того, что у компании была расторгнута сделка по продаже контрольного пакета подразделения конкурирующему девелоперу, неизвестно, из каких денег вообще компания будет от дел платить. Поэтому не надо обольщаться вот этим вознижающимся графиком. Я пока бы сторонилась Авы Гранда. Друзья, если они избегут дефолта, ну, отскочат они на 2-3%, ну, 5%. Но все равно это не полчаса рисковать всей суммы, которую вы туда вложите. Давайте подождем следующей неделе и посмотрим. ABV. В отношении этой компании новость не очень хорошая. Одобрен препарат, который является, по сути, заменой их хедлайнера Хюмира от ревматоидного артрита. И ABV на этом деле несколько подсдулся. Мы это видим. Что можно сказать про ABV? Можно ли его сейчас закупать на этом отношении? Я напомню, что у Хюмиры платент заканчивается в США в 2023 году. И если ABV не найдет альтернативу, не очень понятно, за счет чего она будет поддерживать текущие свои финансовые результаты. Поэтому если уже заходить только с прицелом на год, и если ближе к концу лета 2022 года вы не увидите потенциала роста по этой компании, ну, по сути, довольствуйся с дивидендным доходом и выходите, я все-таки бы не стала рисковать. Netflix. А Netflix как раз порадовал хорошей отчетностью. И PS превзошла ожидания аналитиков. Выручка соответствовала ожиданиям. Прирост подписчиков превзошел ожидания. Благодаря сериалу «Игра в кальмара», в общем-то, планы на четвертый квартал у компании амбициозны. Они рассчитывают еще дополнительно 8,5 миллионов подписчиков привлечь. Буду ли я сейчас закупать Netflix? Я не стала его закупать, хотя они неплохо отросли. Но, условно, на интродэй я как-то не успела, потому что все-таки я не трейдер. И сидеть и смотреть там у терминала, кто когда выходит, у меня не получается. Есть основная все-таки работа. Это точно не такое жесткое трейдерство. И я решила, что Netflix я просто буду отслеживать ситуацию с четвертым кварталом. А пока до заседания ФРС я, в общем-то, на пике бумаги брать пока не готова. Не буду. Подожду. AT&T немножечко вяло отчиталась. И, в общем-то, если мы говорим про доходы, они ниже уровня 2020 года. Прибыль все-таки выросла. Компания медлительная. Компания высокодолговая нагрузка. Долгие-долгие годы была. И у нее несколько снизились дивиденды по понятным причинам. Это будет 5%, а не 7%, как было раньше. Можно ли в нее заходить на нынешние коррекции на фоне того, что доходы сократились по сравнению с годом ранее? Если вы готовы в ней сидеть года 2-3, я думаю, что можно. Раньше какого-то баснословного взлета от компании я не жду. Это, в принципе, отрасль не циклическая, поэтому каких-то жестких обвалов. Даже со сворачиванием количества смягчений я не жду. Но, тем не менее, не ждите от нее каких-то серьезных взлетов. Я думаю, что это будет такая велотекущая история пару лет. И там дальше постепенно, постепенно, может быть, пойдет на уровень 30 долларов, может быть, повыше. Но это не быстро. Поэтому, друзья, это можно расценивать как альтернативу облигациям, если вы готовы от 2 лет тут сидеть. Если вы ждете быстрая какой-то заработка, я боюсь, что это не в эту компанию. IBM. И вот это та компания, от которой я не удержалась и которую я немножечко взяла. Меньше, чем на процент от портфеля, но все-таки взяла. Почему? Компания обвалилась на 10%, даже чуть больше. Казалось бы, почему? Компания же нормальная, сильная, стабильная. Но отчетность за третий квартал была не очень хорошая, потому что отчетность получилась слабой, слабее ожиданий. И если мы говорим про рост выручки, его почти что не было. А ожидали, что это будет все-таки повыше. Не 17,6 миллиардов, а почти 17,8. И хуже всего сработало подразделение Global Technology Services и Systems. Достаточно серьезные провалы в части выручки. Почему я взяла IBM? Потому что они планируют, в общем-то, выделять Global Technology Services в отдельную инфраструктуру. И ставку они делают на подразделения Red Hat, на облачные вычисления. И с учетом того, что здесь как раз и есть основной прирост, я полагаю, что за пару лет компания сможет переструктурировать свой бизнес и стать весьма очень даже неплохой. Может быть даже и раньше. Поэтому я воспользовалась просадкой. Это только начало обвала. В итоге это было около 10%. И зашла. Я допускаю заход еще один или два раза, потому что угадать, что ты купил на дне, ну практически нереально. Но компания мне нравится. И это была одна из компаний, которые я взяла, собственно, на рубли с учетом того, что удалось поймать доллар по 69. Tesla порадовала. У Tesla блестящий третий квартал. Чистая прибыль выросла на почти 400%. Все классно. Выручка за три месяца увеличилась почти на 60%. И, в общем-то, все замечательно и классно и потрясающе. Но я решила Tesla в свой портфель не брать. Понимаете, очень тяжело ставить на какого-то одного производителя электрокаров. А вдруг сбои в цепочке поставок затронут Tesla. А вдруг будут какие-то новые истории с Китаем, которые их в свое время отбрасывали назад. Поэтому я верю в электрокары. Но у меня в моем портфеле они присутствуют не в виде конкретных эмитентов, а в виде ETF на электрокары. Если говорить про то, что у меня есть в портфеле. Ну, здесь я высветила то, что в принципе плюс-минус к отрасли относится, может быть, не всегда на 100% электрокары. Но мне очень нравится вот эта история и вот эта история. Это ETF, которые доступны только для квалов, либо через рубежный счет. Но мне представляется это лучшим способом инвестиции в инвестидею под названием поставить на производителя электрокаров, чем искать, кто точно выстрелит. Там, Volkswagen, Tesla или кто-то еще. Intel. Intel, к сожалению, тоже показал сумасшедшую просадку, около 10%. И это была вторая компания, которую я взяла. Но тоже с пониманием, что я брюл года на три. Года на три, не меньше. Ну, то есть, может быть, она получится и раньше, но я, скажем так, забываю про нее года на два, на три. Скорее, на три. В общем-то, если говорить про EPS, то у Intel за третий квартал EPS получился лучшее ожидание. Но, к сожалению, если мы говорим про продажи чипов для персональных компьютеров, они просели на фоне дефицита комплектующих. Но это было не основное, почему бумага настолько просела. На постмаркете после закрытия сессии в четверг она просела почти на 9% и потом еще добилась ниже, чем 50 долларов за штуку в пятницу. В чем была причина? Причина была в том, что руководство компании ждает падения прибыльности на ближайшие два года из-за роста расходов на технологию и на производство. Валовая прибыль ожидается на уровне 51-53%. И только через пару лет они планируют выйти на привычные 60-65%. Плюс у компании, ну, плюс-минус, отнимаются классические потребители, такие как Amazon и Microsoft, потому что они многое делают уже сами. И в связи с этим, если говорить про Intel, здесь просто, что называется, веришь-не веришь в то, что они смогут, скажем так, восстановить свои позиции на рынке. Я сделала ставку на то, что да, на то, что они смогут восстановить это за 2-3 года. Они не супер-мега там дивиденды интересны, но дивиденды все равно выше, чем средняя инфляция по доллару. И поэтому я сделала ставку на то, что получится. Возможно, буду докупаться еще там 1-2 раза в отношении Intel. Поглядим, посмотрим. Дальше. Вот куда я не стала входить, это Snap, Facebook, Twitter и Google. Ну, то есть Alphabet. Почему? Сумасшедшее было падение Snap. Почему? Я очень четко могу вам объяснить. Дело в том, что из-за изменений в политике конфиденциальности от Apple в девайсах iOS становится очень невозможно, давайте называть вещи своими именами, таргетировать рекламу, измерять ее эффективность и срываться почек поставок. Все это вместе, особенно, конечно, проблемы с таргетированием и оценкой рекламы, это основное, на чем зарабатывают соцсети, особенно Snap, привели к тому, что все довольно серьезно обвалилось и ожидается, что это будет еще весь четвертый квартал. Snap потерял, ну, я бы сказала, 25% за день. Но я решила туда не заходить, я буду смотреть, наверное, всю следующую неделю, что с ним будет происходить. Может быть, как говорится, фуфан на себе немножечко возьму. Но на самой просадке пока не решилась, может быть, буду, еще раз говорю, смотреть на следующую неделю. Остальные посели меньше, Facebook совсем чуть-чуть, Twitter совсем чуть-чуть, ну и Alphabet, в общем-то, тоже немного просел. Допускаю, что посмотрю, но вот в эти три компании раньше, чем заседание ФРС, заходить не готово, не настолько сильная просадка. Snap посмотрю на следующей неделе, кто его знает, может быть, все-таки на отскок, на год, может быть, на пару кварталов все-таки возьму. Плюс еще дополнительная новость, это новые инструменты в мире и на российском рынке. Наконец-то, наконец-то появился первый ETF на биткоин на Нью-Йоркской бирже, и скоро будет он уже не один. Это Bitcoin Strategy ETF от ProShares, довольно известная управляющая компания, тикер BITO. Он начал торговаться на Нью-Йоркской бирже. Начинка это фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже, и биткоин на этой новости довольно серьезно вырос. Вот, собственно, проспект этого ETF, он скоро, повторюсь, будет уже не один. Я напомню, что, естественно, это только для квалов, и если вы работаете через рубежного брокера, то уточните, доступен ли он вам будет, но, в принципе, ограничений здесь нет. Напомню, что этот фонд напрямую в крипту не заходит, он работает через деривативы. На российском рынке пока ETF-ов на крипту нету, и глава ЦБ на эту тему высказалась негативно, но появился первый PIF на технологии блокчейн. И этот фонд доступен на московской бирже. Это PIF, который называется «Цифровая галактика», он от БКС Меринвестиции, и это первый в России фонд, который инвестирует в компании, которые развивают технологию блокчейн, технологию децентрализованного хранения и обработки данных. Если говорить про что-то близкое, ну, не к биткоину, но что-то связанное с криптой, все-таки блокчейн неразрывно идет с криптовалютой, и поэтому пока это самое близкое, что можно купить не к валу на российском рынке. Минимальная пара входа 15 долларов, вполне доступно. И это не требует статуса к вал инвестора. Пожалуйста, можете покупать, никаких проблем нет. Также, раз уж мы перешли к российскому рынку, стоит затронуть ситуацию с ребрендингом Mail Group, это VK, ВКонтакте теперь. И на этой новости, конечно, акции подросли, но довольно быстро скорректировались. Почему? И брала ли я их? Я их не брала и не собираюсь пока, потому что пока что могу сказать, что тянет вниз эти акции ситуация, что многие совместные проекты, есть такие, как Delivery Club, самокат и прочее, они убыточные. И пока здесь не будет понимания в холдинге, что большая часть совместных проектов, они все-таки прибыльны, пока что я не готова туда заходить. Поэтому эта новость прошла, по сути, своими и у моего портфеля. Ну, наверное, последние две новости, которые я сегодня рассматриваю, это пока что даже еще не закон, но Минфин разработал проект о новой форме, о долевом страховании жизни. И оно должно заменить инвестиционное страхование жизни. Что это у нас будет? Это прозрачное ИСЖ. Прозрачное полисы инвест-трахования жизни, где будет четко видно начисление дохода, разделение активов клиента. То есть можно будет четко следить за тем, как растут ваши инвестиции. Можно выходить из соглашений без вот этих конских штрафов. Можно будет нормативно регулировать комиссии. То есть можно будет видеть, сколько вы зарабатываете. И, естественно, продажа таких полисов потребует лицензию управляющей компанией у страховщика. И если уж мы продолжаем тему со страхованием жизни, то также планируется вводить тестирование на покупку полиса, если вы покупаете полисы с инвестиционной составляющей. Если вы собираетесь туда вложить больше, чем полтора миллиона рублей, то предполагается, что вы понимаете, что вы делаете. И вы готовы этими средствами рисковать. И для меньших сумм планируется тестирование, если у вас нет статуса квала. Это делается для того, чтобы человек понимал, что он покупает. И абсолютно на нет были сведены темы мисселлинга. Посмотрим. Дай бог, потому что через инвест страхование жизни достаточно, ну, некоторые, скажем так, не совсем добросовестные финансовые компании оборачивают полисы, внутрь полиса засовывают структурные продукты. Ну, пускай это в совокупности получается менее рискованным, но все равно тем такая достаточно сложная. Поэтому я рада, что у нас регулятор мыслит в этом направлении. Ну что, друзья, сегодня очень обширный выпуск, новостей, правда, очень много, поэтому сори за то, что это формат вебинара и вы меня так полноценно не видите. Но зато я показала вам графики. Это, мне кажется, было более наглядно, чем если я просто перед вами показываюсь как картинка. Если вам было полезно, то напишите мне в комментариях. Возможно, вы бы хотели, чтобы я что-то разобрала более детально. Я с удовольствием это сделала. Ну и на этом, дорогие друзья, все. Подписывайтесь на канал, потому что вас впереди ждет еще очень много всего интересного.